Не так давно я рассказывал вам про лягушачью армию, которую вывел один пользователь ТикТока. Так вот, в природе, оказывается, есть вещи и пострашнее, и я бы даже сказал поинтереснее, так как все-таки это естественные процессы. Это ушастая аурелия, вид дискомедуз, а это ненавязчивое напоминание, поставить лайк. Вид ненавязчивый, который населяет прибрежные воды морей, умеренного и тропического поясов. Но вам не кажется, что медуз как-то слишком много для одного конкретного места? И такое скопление не случайно. Оно происходит, потому что все эти медузы просто родились одновременно. Наступил подходящий момент с подходящей температурой и подводными течениями, плюс обилие планктона, который является основной пищей ушастых аурелий. Поздним летом планктон достигает максимальной концентрации, и вслед за ним концентрироваться начинают и медузы. Их настолько много, что сложно сосчитать, но не меньше ста тысяч, и это по самым скромным оценкам. Впрочем, в последние десятилетия такие массовые рождения и как следствие массовые скопления регистрируются все чаще, причем в разных частях света. Иногда медузи и тусовки охватывают сотни квадратных километров океана. Может показаться, что это захватывающее зрелище, величие дикой природы и все в таком духе, но такое обилие медуз в одном месте означает серьезные последствия. Во-первых, это, конечно, опасно для туристов, особенно если медузы жалят действительно сильно. Значит, налицо экономический ущерб. Во-вторых, медузы засоряют с собой рыболовные сети или питаются икрой и мальками. К экономическому ущербу добавляется экологический. В 2007 году, например, большой рой медуз практически уничтожил лососевую ферму в Северной Ирландии. Страдает добыча алмазов и даже атомные электростанции. Медуз так много, что они забивают с собой трубы и полностью останавливают работу любых машин. В принципе, это неудивительно, если в большинстве случаев плотный рой состоит из нескольких животных в одном кубическом метре воды. Однако в крайнем случае медуз вообще может быть больше, чем воды. И вот это уже настоящая катастрофа. Случаи, когда из-за концентрации медуз в воде отключалось электричество, вообще довольно часто, даже если вы о них не слышали. Первое зарегистрированное отключение электричества, вызванное медузами, произошло в Австралии в 1937 году, когда медузы забили охлаждающие трубы угольной электростанции. Аналогичный случай в 1999 году стал причиной отключения электричества для 40 миллионов человек на Филиппинах. В 2005 и 2013 годах медузы засорили водозаборные трубы атомной электростанции в Швеции, что привело к закрытию одного из реакторов, обеспечивающего 10% электроэнергии в стране. А в 2022 году огромное количество медуз засняли в Средиземном море, недалеко от портового города Хайфа на севере Израиля. Вода была буквально полна белых точек, и рой медуз простирался под поверхностью на глубину в несколько сотен метров. Представляете, сколько там было медуз? Вот и я нет. Израильские морские экологи подчеркнули, что взрыв численности медуз может иметь катастрофические последствия для морской экосистемы. Плюс ущерб для рыбаков, плюс опасность для обычных людей. Их просили не заходить в воду, чтобы избежать ужаливания. Медуз оказалось так много, что они угрожали. Нет, не отключить электричество, а сделать кое-что гораздо хуже. Засорить опреснительные установки, используемые для пополнения запасов воды в стране. Естественно, когда возникли такие перспективы, люди задумались, а почему медуз, собственно, стало настолько много. И угадайте с трех раз, кто оказывает влияние на появление таких медузьих стай. Естественно, человек. Многие действия людей способствуют размножению медуз, в том числе рытье Суэцкого канала, загрязнение моря с точными водами, изменение климата и нанесение вреда хищникам, которые обычно контролируют популяцию медуз. Даже у японских рыбаков все очень плохо с медузами. Они всего лишь хотят делать то, что и должны делать рыбаки – ловить рыбу. Но вместо этого они вытаскивают полные сети медуз, которые непригодны ни в пищу, ни на продажу. На Аляске случаются похожие скопления, и здесь медузы тоже ждали правильной температуры и течения. Но есть еще кое-что – нерест лосося. В этот период вода буквально наполнена икринками, как будто суп, и медузам остается просто хватать еду. Даже напрягаться не нужно. Причем ученые еще в конце нулевых забили тревогу, всерьез опасаясь, что медузы заполнят мировой океан настолько, что станут доминирующим видом. Плюс воздействие людей на планету продолжается, и не похоже, что в ближайшее время нашествие агрессивного желе остановится. Единственный герой, который может нас спасти – это морская черепаха. Именно благодаря ей океаны еще не состоят из медуз на 90%, потому что из медуз состоит диета черепах. Например, кожистая черепаха питается почти исключительно этими существами и может потреблять 16 тысяч калорий в день. Это действительно много медуз. Спасибо ей за это. А это пальмовый крылан, которого в принципе можно назвать летучей мышью. Живет это животное в Африке, здесь же и размножается, причем брачный сезон длится с апреля по июнь. Детеныши появляются на свет в феврале и марте. Но иногда самки откладывают беременность до октября, а затем как бы синхронизируются, чтобы родить примерно в одно время. Зачем? Кто знает. Именно в октябре они прилетают в национальный парк Касанка в Замбии, и ученые понятия не имеют почему. Но выглядит это впечатляюще. Пальмовые крыланы заполоняют парк каждый год, достигая пикового количества к ноябрю. Однако в январе от них не остается и следа. Помимо очевидного вопроса, почему они это делают, ученые пытаются понять, сколько все-таки летучих мышей собирается в парке Касанка. Проблема в том, что их очень много, и летят крыланы очень быстро. Кажется, что их просто невозможно сосчитать. Оценки, основанные на визуальном подсчете, варьировались от 1 до 10 миллионов. Да, вот такой разброс. В конце концов, спасибо новым технологиям, специально для подсчета был разработан искусственный интеллект. В итоге команда ученых и рейнджеров бегала по парку, чтобы запустить множество камер как раз перед началом полета летучих мышей, и за 5 дней съемок было получено около 45 часов материала. Никто и никогда не смог бы отсмотреть его и посчитать, сколько же на видео особей. Искусственный интеллект потратил на работу всего 50 часов. Человеку бы потребовалось более 13 лет, чтобы справиться с тем же, и то не факт, что получилось бы не сойти с ума. А так ученые наконец выяснили, что мимо камер пролетело 987 114 летучих мышей. А это, честно говоря, сначала мне показалось, что люди стоят по грудь в мышах. И это какой-то трейлер Plague Tale. Но нет, все-таки куча животных — это лягушки, и их настолько много, что можно собирать животных в мешки голыми руками. Но что это такое? Где вообще могло родиться такое количество лягушек? Мы нашли это место. В городе Лонгьян на юге Китая заводчики содержат в огромных аквариумах тысячи лягушек. Их разводят для употребления в пищу, потому что именно этот вид служит главным ингредиентом для блюда, популярного в Китае, Малайзии и Таиланде. На подобных фермах может содержаться до 15 тысяч лягушек. И самих ферм, конечно, тоже много. В некоторых провинциях таких ферм около тысячи, и суммарно на них может жить 70 миллионов особей. Вот так живешь и не знаешь, что где-то на планете есть места с полчищами лягушек. 70 миллионов! Если переводить лягушек в людей, это прозвучит странно, но тем не менее. 70 миллионов больше, чем все население Великобритании. Как получается такое количество? Сейчас расскажу. Правда, про китайский вид лягушек и китайские фермы в интернете почти нет информации, поэтому для примера возьмем коммерческое производство лягушек в США. Ага, оно тоже существует. Например, там разводят лягушек быков. Массы яиц плавают на поверхности воды и часто занимают площадь в 0,4 квадратных метра. Обычно самка откладывает от 10 до 25 тысяч яиц, довольно часто встречаются и 20 тысяч яиц. Это, конечно, много. А поскольку соотношение самок к самцам стараются держать один к одному, с размножением не возникает проблем, и яиц на фермах откладывается нереальное количество. Они вылупляются через 1-3 недели в зависимости от температуры воды, а полное выращивание лягушки до товарного размера часто занимает 2 или 3 года. Так что вот этот лягушачий апокалипсис, который я показал – этап погружения взрослых особей для транспортировки и продажи. Маленькие темные пятнышки, которые вы можете увидеть в воде, на самом деле являются акулами длиной 2 метра. Аэрофотоснимки и видеозаписи запечатлели эпическую сцену, где примерно 10 тысяч черноперых акул мигрируют вдоль берегов Палм-Бич, штат Флорида. Несмотря на огромное количество, этих акул можно не бояться. Да, они в двух шагах от берега, поэтому в подобной ситуации лучше не развлекаться киданием камней в воду. Камень наверняка попадет в акулу. На самом деле акулы периодически занимаются миграцией, потому что, ну, это естественно. Однако обычно они предпочитают держаться подальше от людей, как и большинство диких животных. Вообще акулы мигрируют весной и путешествуют вдоль побережья в Джорджию и Каролину, где самки рожают, а летом происходит спаривание. И затем, когда акул становится еще больше, они вновь возвращаются во Флориду. Это связано с похолоданием. Но когда выходишь на пляж и видишь, что все мелководье кишит акулами, как контейнер лягушками, о смене времен года думаешь в последнюю очередь. Честно говоря, я бы подумал, черт побери, акулы! В общем, поэтому пляжи Флориды пришлось закрыть во время акулей миграции и запретить людям заходить в воду. Погодите, но я же сказал, что их можно не бояться. Ну, на самом деле, акулы этого вида иногда кусают людей у берегов Флориды, хотя это и не заканчивается смертельным исходом. Обычно черноперые акулы сами боятся людей и стараются держаться подальше. Если кто-то из них и нападает на человека, то это подростки, и, скорее всего, они просто хотят узнать, что это такое перед ними плавает. Но, разумеется, это вообще не повод залезать в акулей суп у самого побережья, даже зная, что акулы в нем дружно направляются к размножению. Но знаете, что интересно? Это не единственный вид акул, который собирается в группы. Вот это, например, бронзовая акула-молот. Они собираются вместе у арки Дарвина на Галапаготских островах для ритуала спаривания. В центре странной композиции – самки, а самцы должны к ним пробраться сквозь толпу молодых особей. Такое вот испытание за право продолжить род. Однако бронзовые акулы-молоты вообще почему-то очень часто образуют такие масштабные тусовки, и иногда совершенно неясно, с какой целью. В отличие от почти всех других видов акул, эти очень социальны. Они собираются с сотнями особей, чтобы… Пс-понятия, зачем. Их сложно изучать, поскольку бронзовые акулы-молотые преодолевают большие расстояния, часто находятся в движении, да еще и на большой глубине. Только места общего сбора дают исследователям уникальные возможности присмотреться к этим акулам и попытаться хоть немного их понять. Вот, например, фото тех же акул на мелководье. Люди решили, что они отдыхают после охоты. А как вам это? Сотни акул-молотов собираются вокруг древнего вулкана в Тихом океане, потому что их привлекают секретные сигналы от морского дна. Ученые до сих пор не знают, как и почему так много акул перемещаются по океанам и собираются в одном и том же месте ежегодно. Они просто приплывают. А каждое лето на протяжении последнего десятилетия большая группа самок акул-молотов собирается на двух атоллах французской Полинезии. У ученых есть парочка версий, почему это происходит, но ни одна из них не выглядит убедительной. Кажется, что у акул тысяча разных традиций и каких-то праздников, которые мы просто не в состоянии понять. Фолкландские острова являются самым важным местом обитания чернобрового альбатроса. Здесь проживает 70% мировой популяции, то есть около 500 тысяч пар. И не случайно ученые ведут учет в парах. Альбатросы прибывают на острова для размножения. Обычно это происходит в сентябре и улетают птицы к концу апреля. Гнездо, которое используется ежегодно, представляет собой прочный столб высотой до 50 см из грязи и гуано, в который иногда добавляются другие материалы. Чернобровый альбатрос откладывает только одно яйцо, а молодые птицы быстро расселяются на север, в южную Бразилию, не возвращаясь в свою колонию для размножения в течение 7-10 лет. Могут себе позволить. Альбатросы вообще считаются птицами-долгожителями, а чернобровые альбатросы живут более 50 лет. Но даже несмотря на это, на Фолкландских островах очень много птиц. Самая крупная в мире колония чернобрового альбатроса на острове Стипл-Джейсон впервые была подсчитана в декабре 1987 года. По данным аэрофотоснимков, с большой высоты площадь колонии оценивалась в 31,8 гектара. На всей территории имелось от 196 600 до 232 700 гнезд, из которых от 153 200 до 178 400 были заняты гнездящимися парами в период вылупления. С тех пор, конечно, прошло много лет, но альбатросов не стало существенно меньше, и на самом деле такое скопление несет в себе опасность. Потенциальную, но все же. Вообще-то на островах, где гнездятся чернобровые альбатросы, нет хищников вроде кошек или крыс. Исторически они просто здесь не водятся, и птицы чувствуют себя прекрасно. Но посмотрите на атолл Мидуэй. Он не имеет никакого отношения к Фолкландским островам, однако здесь гнездятся темноспинные альбатросы. Они прилетают сюда, чтобы тоже спариться, отложить яйца и дождаться вылупления детенышей. И все было хорошо, пока в 2015 году волонтеры не начали замечать у птиц кровавые раны. Их нанесли мыши. Они прогрызли кожу, мышцы и жир. Большинство ран располагалось на затылках альбатросов, на спине и в некоторых случаях под крыльями. Естественно, мышей на атоллу занесли люди еще во времена Второй мировой, и грызуны не проявляли к альбатросам никакого интереса в течение десятилетий. А потом что-то случилось, и ученые пока не понимают, что именно. Птицы умирают от полученных ран, а из-за терпеливости альбатросов ран накапливается много, птицы сидят на месте до последнего. В общем, если что-то подобное произойдет с местом гнездования темноспинного альбатроса, то все, это же конец целому виду, 70% популяции просто вымрет. О, и еще одна отвратительная новость. Пару лет назад на Фоклендских островах была обнаружена загадочная болезнь, которая начала уносить жизни птенцов. У всех были одни и те же симптомы – выделение из глаз, опухание тканей вокруг клювов и трудности с поднятием головы. После того, как симптомы проявлялись, жить птенцам оставалось всего пару дней. Вскоре стало понятно, что это некая инфекция. Правда, ученые не знают, какая именно, но она явно распространяется слишком быстро, из-за высокой плотности популяции. Ну, вы знаете, как это работает. Но давайте лучше о хорошем. Крупнейшее в мире лежбище зеленых черепах, около 64 тысяч особей, было запечатлено во время миграции у побережья острова Рейн – это северо-восточная Австралия. Коралловый риф иногда привлекает до 100 тысяч гнездящихся самок, и там производится около 90% зеленых черепах региона. И это правда отличная новость, потому что одно время зеленые черепахи в этой области вымирали, но у людей все-таки получилось спасти и восстановить популяцию. По данным на январь 2022 года, на рифе острова Рейн начали жизнь еще 640 тысяч детенышей черепах. Конечно, вылупиться еще не значит выжить, ты же крохотная черепашка, но это все равно огромный прогресс. И особенно странно, что прогрессу помогли люди. Дело в том, что раньше этот остров был меньше, а черепах было настолько много, что они попросту не могли гнездиться, не помещались. А затем было перевезено 40 тысяч кубометров песка, чтобы поднять пляжи. Количество гнездовых площадей было удвоено. 35 тысяч кубометров пляжа перепрофилировано. Построили даже 1750 метров ограждений, чтобы черепахи не падали со скал и не разбивались. В общем, люди, правда, постарались на славу, и если бы черепахи могли, они бы наверняка сказали им спасибо. И с тебя лайк. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok